Здравствуйте! В эфире новости здесь, в студии Лидия Захарова, в ближайшие полчаса о самом интересном в Новосибирске и соседних городах. Вот о чем расскажем сегодня. Новосибирцы не хотят лететь в Турцию, а губернатор призывает отдыхать в Сибири на региональных курортах. Шумная слобода. Жители нового микрорайона жалуются на строителей, которые работают даже по ночам. Возрождение после смерти и памятник в виде айфона. Новые технологии на выставке похоронного искусства. Что едят чиновники, где можно пообедать с губернатором и сколько тратят на еду депутаты ЗАГСобрания. Рейтинги столовых в госучреждениях. Турецкие курорты могут вернуться на туристическую карту. Как сообщает пресс-служба Кремля, сегодня после телефонного разговора между президентами России и Турции, Владимир Путин поручил правительству заняться восстановлением торгово-экономических отношений между странами. В том числе снять ограничения на посещение Турции российскими туристами. Запрет был введен в ноябре прошлого года. В межсезонье туристическая отрасль перестроилась на другие направления. Россиянам предложили летать в Грецию, на Кипр, в Тунис и на отечественные курорты. Отмену запрета в сибирских туркомпаниях приветствуют, но отмечают, что организовать большой поток туристов в Турцию в этом году уже вряд ли успеют. Операторам нужно определенное время, чтобы заключить договора с принимающей стороной, переместить емкости по авиабортам на направление. Какое-то время нужно, около месяца. Мы понимаем, что для Сибири Турция это сезонное направление и сентябрь-октябрь у нас здесь уже идет Юго-Восточная Азия. В турецкой стороне рекомендовали принять дополнительные меры по обеспечению безопасности туристов, дополнительный повод для тревоги, теракт, произошедший накануне в аэропорту Стамбула. Из-за этого сегодня регулярный рейс из Новосибирска в столицу Турции вылетел с трехчасовым опозданием, а два десятка человек вовсе отказались от полета. Но, как говорят наши бывшие соотечественники, постоянно живущие в Турции, они спокойны, поскольку в большинстве общественных мест принимают повышенные меры безопасности. Проверяют людей достаточно много. Ты не можешь спокойно зайти в торговый развлекательный центр, там обязательно у тебя проверят сумку. Если ты заезжаешь на машине, то проверяют обязательно всю машину. Металлоискателем смотрят. То есть, как бы меры безопасности и так достаточно приличны. Впрочем, многие россияне, привыкшие к отдыху на турецких курортах, продолжали туда ездить и после запрета на продажу путевок, покупая билеты и бронируя отели самостоятельно. И теракты, которые происходят на берегах Босфора, регулярно туристов не пугают. Ну, меня на самом деле такая обстановка не особо смущает. Я думаю, что в любом случае, в любом месте может произойти в любое время теракт. Как бы, в отличие от того, что я в тот раз летала одна, я бы сейчас полетела, может быть, с кем-то. Тем временем в Новосибирске планируют ввести трехдневный безвизовый режим для иностранцев. С инициативой в Госдуму обратилось региональное правительство. Речь идет о 72-х часах, которые иностранец может провести в Новосибирске, не оформляя необходимые для визы документы. В основном это коснется путешественников, летящих транзитом из Азии в Европу. Например, из Китая, Японии и Южной Кореи. Теперь туристам советуют осмотреть не только сам Новосибирск, но и окрестности – Сузумский монетный двор и озеро Карачи. Однако пока в Госдуме инициативу новосибирцев не обсуждали. Мы настоятельно будем еще раз доказывать правильность этого вопроса. Какие-то сложности, по-видимому, есть, которые сдерживают не согласовать этот проект, может, какие-то органы. Но, тем не менее, мы считаем, что это очень актуально. И такое решение даст, убежден, дополнительный такой импульс развитию и внутреннего, и въездного туризма. К другим темам. Жители Чистой Слободы не могут спать по ночам из-за стройки под окнами. Работы продолжаются порой глубоко за полночь. И это грубое нарушение закона. Он запрещает шуметь после 10 вечера, а монтажные работы запрещено проводить после 20.00. В ситуации разбиралась Мария Черешнева. Вот у нас стройка под окном. Сколько времени? 22 часа 5 минут. Шуметь в такое время уже нельзя. Но строители продолжают работать, несмотря на поздний час. Сейчас еще слишком рано для их шума. Вечером обычно всегда это намного шумнее. Ну, во-первых, все короткие шумы уходят. Все ложатся спать и начинаются. Со своего балкона Нина регулярно наблюдает. Под вечер на стройку один за другим съезжаются цементовозы. Гремят на бетонных плитах строительной дороги. До темноты скрипит на поворотах башня крана. Техника тяжелая приходит. Завозят стройматериалы. Особенно нам мешают большие грузовозы, которые завозят, видимо, щебенку, песок. И когда начинают стряхивать с кузова остатки, то есть этот грохот стоит там безумный. Люди жаловались и в полицию, и в районную администрацию пока безрезультатно. С весны мы мучаемся этой проблемой вечерних строительств и шума. Ну, и причем, как бы, ну, непонятно, когда это закончится. Видимо, наверное, на них не повлияешь. Закончиться это должно в третьем квартале следующего года. Сроки сдачи указаны на паспорте объекта. Здесь будет жилая высотка на 200 квартир. Сегодня соседи вновь идут к воротам стройплощадки. Не для того, чтобы ругаться. Просто хотят узнать, во сколько на этот раз закончится рабочий день. По скольки у вас рабочий день? А в золице. До ночи бывает, да? Бывает, да позднее. Бывает, да позднее. Бывает, да позднее. Про араб смены уверяет в обратном. Рабочий день до 9 часов, а шумит кто-то другой. Совсем рядом прокладывают трамвайные пути до строящегося жилмассива. Такого не бывает. Мы законы знаем. Да? А люди говорят, что не говорят? Да, люди говорят, мало ли все говорят. Иногда просто задерживаются, занимаемся такими нешумными работами в ночное время. Все. Добиться ответа от генподрядчика ни мы, ни жители микрорайона так и не смогли. Руководители компании целыми днями заняты на совещаниях. В ожидании ответа жильцы уже начали искать плюсы в этой ситуации. Любая стройка – это неизбежная пыль. Может, и хорошо говорят, что строители торопятся, перевыполняют план по ночам. Значит, и закончится неудобство скорее. Мария Черешнева, Максим Федосеев. Новости здесь, Новосибирск. В России в скором времени могут появиться частные кладбища. По словам экспертов, это поможет привлечь в отрасль инвестиций, улучшить обслуживание. Постановление предполагает ввести лицензирование похоронных бюро, которые сегодня работают без надзора и зачастую не соблюдают элементарные меры безопасности. Похоронная сфера – это постоянный очаг инфекции и возможность развития пандемии. 43 заболевания передаются от мертвого тела к живому человеку. И вот сегодня санитарные и эпидемиологические нормы будут уже стыщены благодаря закону. Парфюм духи смерти, надгробие в виде айфона и возможность воскресить умерших родственников. В Новосибирске предприниматели представили достижения похоронного дела. Сколько за них придется заплатить и готовы ли новосибирцы отказаться от традиций в пользу нового, выяснял Павел Теунов. Здесь о том, как достойно проводить человека в последний путь, знают практически все. Менеджер Роман Балакин рассказывает – гробы – товар ходовой. Спрос даже на дорогие модели не падает, несмотря на кризис. Элитная продукция представлена, то есть, соответственно, гробы класса колорит, то есть с изображением розы, то есть чистое дерево, цена 15800, 15200. Это итальянский гроб, здесь получается изображен меандр, символ бесконечности. Похоронить предлагают по-купечески и по-дворянски, в славянском стиле или на западный манер. По-крестьянски значительно дешевле, но экспонаты за пару тысяч рублей в достижение похоронного дела не записывают. Впрочем, и уникальных моделей домовин, которые раздают Wi-Fi и поддерживают микроклимат, в этом году на выставке нет. В погоне за потенциальными клиентами на первое место выходит практичность. Но все же в похоронном деле есть место творчеству, считают скульпторы. Абсолютный эксклюзив – надгробие в виде айфона. Модель не последняя, но интерес вызывает больше, чем оригинал. Правда, реальных покупателей пока нет. Больше интересуются ценой и сколько это будет стоить, будет ли следующая модель телефона и так далее. Но нет, это все-таки мы пытались этим показать, насколько мы кропотливо относимся к своей работе, насколько у нас талантливые мастера работают. Телефон из камня стоит почти так же, как и настоящий мобильник от Apple – порядка 60 тысяч рублей. Но вот прослужит, уверяют художники, значительно дольше. На соседнем стенде Алексей Хозяйкин заявляет, что прослужить дольше может человеческий мозг, если пересадить его в новое тело. Представитель московской компании всерьез утверждает – воскрешение умершего человека не сказки, а реальность завтрашнего дня. Мы берем одну клетку, любую клетку человеческого тела, в которой есть ДНК, в которой зашифрована вся информация о теле человека. Мы благодаря этой клетке воспроизводим тело, собственно, присаживаем мозг и возвращаем человека к жизни. За 12 тысяч долларов предприниматели готовы заморозить мозг усопшего до тех пор, пока в медицине не случится революционный прорыв. Говорят, ждать недолго – примерно до 2030 года. Впрочем, в жизнь после смерти пока поверили только 50 человек. Новосибирцы все же активнее интересуются традиционными видами погребения, полагая, что, несмотря на достижения науки, вернуть дух в усопшее тело невозможно. Павел Теунов, Константин Стримаусов. Новости здесь, Новосибирск. Оставайтесь с нами, впереди еще много интересного. Почему катер врезался в неосвещенный пирс? Один человек погиб, двое пострадали. Где лучше кормят чиновников, в мэрии или в областной администрации? Что они едят и сколько это стоит? Мошенничество социальными выплатами. На что идут сибиряки, чтобы получить деньги от государства? Сегодня ночью, недалеко от моста через Бердский залив, катер с тремя пассажирами на борту врезался в неосвещенный пирс. Один пассажир погиб, владелец лодки его знакомая пострадали, но от госпитализации отказались. По версии спасателей, у хозяина катера были все документы для управления судном. Однако он передал штурвал знакомому, который не имел навыков судовождения. Предположительно, все находящиеся на катере люди были в состоянии алкогольного опьянения. Что касается места приписки стоянки и маршрут движения катера, он с соответствующими правоохранительными органами устанавливается. Продолжаем выпуск. Что едят на работе чиновники и депутаты? Как пообедать с губернатором и кого не пускают в столовую мэрии? Светлана Шуваева изучила меню и цены в самых статусных столовых Новосибирска. И, конечно, сама попробовала блюда. В мэрии Новосибирска дресс-код и пропускной режим. Даже если идете в столовую, захватите документы. Любой документ должен быть с фотографией. Производим студенческий паспорт, водительское удостоверение. Надежда с дочерьми – постоянные посетители столовой. На обед на троих обычно тратят рублей 400. Это мы еще булочки с собой покупаем. То есть мы покупаем суп, мы покупаем второе. Я себе беру салат, компоты по два стакана. И какие-то булочки мы покупаем домой. Слушайте, ну недорого. Чай – 5 рублей. Сахар – 2 рубля. Средний чек в столовой муниципалитета – 150 рублей. Самое дорогое блюдо у нас – это фары припущенные и язык. 160 рублей. Больше у нас не забывали. То есть основное все в пределах 80-90. Композ, салат, тушеные баклажаны, шницель с сыром. У меня вышло 165 рублей 40 копеек. На вкус вполне съедобно. Кстати, встретить Анатолия Локтя в этой столовой не получится. Самый народный мэр обедает где-то в другом месте. В столовую правительства Новосибирской области можно зайти просто с улицы, с Вердлова. И самое главное – не нужно показывать никаких документов. Пускай вообще без паспорта. Сюда ежедневно приходит около 800 человек. Чиновников из них всего 300. Ой-ой-ой, пирожные. Нет, пирожные брать не буду. Столовая областного правительства гордится строгим соблюдением ГОСТов, большими порциями и стажировками поваров в Москве. Тут, если повезет, можно отобедать в компании первых лиц региона. То есть здесь совершенно спокойно можно в демократии? Да, совершенно спокойно. Или министр? Какая демократия. Я опять беру компот, салаты на вторую капусту, тушеную с курицей. Чек 150 рублей. Так, попробуем. Ну, капуста как капуста. В столовую законодательного собрания нужен пропуск. Работает она всего до 15.00. Мы уже практически в последние минуты пытаемся в нее попасть. Но заодно посмотрим, каков ассортимент в конце рабочего дня. Поговорить с депутатом здесь не получится. Народные избранники обедают в отдельном зале. Здесь кушают все депутаты, помощники. Есть еще вип-зал для самых высоких гостей. Довольно скромный, кстати, не мраморных стен, не золотых приборов. Камин и тот искусственный. Правда, меню для народа и для народных избранников, и даже спикера заксобрания одно. Я единственное могу сказать, что Андрей Иванович в виде неприхотлив. Что кушают все, то кушает тот. Вот сейчас жарко, окрошка, каша. Ну, мне в депутатском зале обедать не положено. На раздачу выбор уже невелик. Здесь обед оказался самым дешевым – 138 рублей. Итак, все три столовые для чиновников и депутатов вполне доступны и для горожан. А по цене и вовсе выигрывают у любого ресторана с бизнес-ланчем. Светлана Шуваева, Алексей Андробаев. Новости здесь, Новосибирск. Пенсионный фонд начал принимать заявления на единовременную выплату из средств материнского капитала. Получить деньги на текущие расходы можно по действующим сертификатам и тем, которые выдадут до 30 сентября. Подать заявление нужно до конца ноября в отделениях фонда и филиалах МФЦ. Сумма составит 25 тысяч рублей. Право на эти деньги имеют даже те, кто в прошлом году уже обращался за подобной выплатой. Тогда по постановлению правительства можно было получить 20 тысяч. И каждая вторая семья воспользовалась таким правом. Это законный способ пополнить семейный бюджет. Но различные выплаты часто пытаются использовать в мошеннических схемах. Как пытаются обмануть государство и к чему это может привести, расскажет Кирилл Полиенко. Мрачное здание соц. страха должно наводить ужас на потенциальных мошенников. Здесь отслеживают законность нескольких видов выплат. Чаще всего в городе с суровым сибирским климатом люди обращаются за больничными. За последние несколько лет 450 человек пытались получить по поддельным бланкам около миллиона рублей. Здесь уверены, единая база данных листков нетрудоспособности позволяет поймать за руку всех мошенников. Сложнее бороться с фиктивными болезнями, когда врач за небольшую взятку выписывает больничный здоровому человеку. Риска быть пойманным меньше, зато наказание гораздо строже. Для медика несколько лет условного срока, судимость, пятно на биографии и штраф порой в несколько сотен тысяч рублей. Выплаты по беременности и родам тоже привлекают мошенников. Для получения декретных денег будущие мамы фиктивно устраиваются на работу или пытаются завысить реальную зарплату в несколько раз. В большинстве своем они вот эти пособия в полном объеме не получали. Им приходилось, соответственно, делиться с теми людьми, которые рисовали им заработную плату, фиктивно трудоустраивали. Ну и, соответственно, потом они несли ответственность вместе с теми, в кавычках, директорами-бухгалтерами и сами отвечали за эти противоправные действия. После рождения ребенка тоже открывается широкий простор для серых схем. Материнский капитал больше 400 тысяч рублей пытаются обналичить. В Омске на скамье подсудимых оказалось сразу 7 человек. По версии следствия они смогли незаконно получить 45 миллионов рублей. Риэлторы свою вину отрицают и говорят, что судить надо не их, а клиентов. К нам обращались женщины, у которых были сертификаты, для того, чтобы подыскать им дом и сопроводить данную сделку. Подыскать предприятие, которое выделяет денежные средства для покупки домов, что мы, в принципе, и, ну, так скажем, я делала. Нарушение было со стороны только тех, кто покупал и перепродавал его, а не с нашей стороны. В Кузбассе отслеживают каждую сделку с недвижимостью, в которой используется материнский капитал. Проверяют, соответствует ли заявленная стоимость жилья реальным ценам. Пресекают перепродажи. В итоге за 5 лет в Кемеровской области государству вернули 55 миллионов рублей. А вот участники преступных схем остались ни с чем. Если граждане где-то подспудно думают, что можно обвести государство, то нет. Мы проверяем, работаем плотно с правоохранительными органами. И самое, наверное, что должно сдерживать граждан, что в дальнейшем распоряжаться средствами они не смогут. Возможно, попыток мошенничества было бы меньше, если бы правила использования материнского капитала были мягче. Особенно приятно было, когда начали обсуждать возможности его расходования на машину. Как раз думала, о, пойду учиться на права, рожу второго ребенка, куплю на эти деньги нормальный автомобиль и скажу государству спасибо. Но потом что-то вся эта тема затухла. Пока же материнский капитал по-прежнему можно потратить только на улучшение жилищных условий, образование детей или добавить к пенсионным накоплениям матери. Кирилл Полиенко, Павел Теунов. Новости здесь, Новосибирск. И коротко о том, что покажем в финальной части выпуска. Соревнуются за деньги. Жители городов Сибири выбирают, какой город достойен изображения на новых денежных купюрах. Пешеходы и велосипедисты не могут поделить дорогу. Одни считают ее тротуаром, другие – дорожкой для велосипедов. Курица сбежала с музейного подворья. Жители Томска уже вторые сутки разыскивают свою любимицу. Символом новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей может стать любой город, в том числе и Новосибирск. Центробанк России объявил конкурс по выбору дизайна купюр. Предложить свой символ может любой житель России на специальном сайте. За сутки участия в конкурсе приняли больше тысячи человек. Лидерами голосования стали Волгоград и Владивосток. Жители Новосибирска выступают за то, чтобы на новой купюре красовались театр оперы и балета и Бугринский мост. Кстати, изобразить эту переправу на 100-рублевки предлагал мэр Локоть президенту Путину на открытии моста, но, видимо, не был услышан. Еще одна популярная достопримечательность – здание технопарка в Академгородке. Итоги конкурса подведут осенью. Сначала с помощью голосования выберут 10 наиболее популярных городов, а затем два города-победителя и четыре символа. В Омске велосипедисты и пешеходы не могут поделить территорию. Каждый считает, что вправе передвигаться по дорожке в парке. На разметку внимания не обращают. Чиновники же считают, что конфликты не от того, что места мало, а от бескультурья. Елена Хлемязьева выслушала всех участников спора. Кирилл Галкин ждал открытия велодорожки рядом с домом. Однако, когда она появилась, выяснилось, чтобы прокатиться с ветерком, разметки и знаков недостаточно. Для пешеходов то, что администрация назвала велодорожкой, так и осталось тротуаром. По нашей просьбе Кирилл проехал по своему обычному маршруту с камерой. Стоит ли говорить, что удовольствие такая прогулка доставляет мало? Сам едешь, стараешься никого не сбить, еще и при этом надо смотреть, чтобы ни в кого не врезаться. Есть такие, скажем, виражи, на которых можно развивать серьезные скорости. И когда люди идут там, и если, не дай бог, кто-то из них пострадает, это очень большая проблема. Есть своя правда и у пешеходов. На некоторых участках дорожка велосипедистов занимает почти весь тротуар. И никакой альтернативы прохожим. Для одного нормально, мне кажется, а для двух, если узковатый. Мы смотрим, по крайней мере, и просто отходим, когда едут. Прям показывают нам, чтобы мы уходили с дорожки. Ну, мы, если видим, что какие-то люди такие едут, что мы лучше свернем. Одним приходится отскакивать, другим объезжать. В итоге отдохнуть, а именно для этого создаются велодорожки и пешеходные зоны в парках, не удается никому. Часто возникают ссоры и мелкие столкновения. Однако в администрации города на проблему, как это часто бывает, закрыли глаза. Нет, а вы мне покажите хоть одно место, где велодорожка закрывает пешеходную дорожку. Такого ни одного места нет. Нужно учиться жить по правилам. Стоят знаки. Многие с собаками идут на спортивные дорожки. Собаки, извините, гадят на этих дорожках. Это же без культуры. И собак нужно воспитывать. Владельцев собак нужно прежде всего воспитывать, жить по правилам. То же самое касается пешеходов и велосипедистов. Эксперты согласны, дело в бескультуре. Но не горожан, а чиновников. Те привыкли делить участников движения на автомобилистов и пешеходов. Развитие велоинфраструктуры у нас подразумевает рисование велодорожек в парках. Хотя это совершенно другая история. Эта ситуация возникает ровно от непонимания того, что велосипед – это некоторый самостоятельный вид транспорта, наряду с рядом других альтернативных видов транспорта. Кого воспитывать в первую очередь – чиновников, пешеходов или велосипедистов? И главное, кто должен этим заняться – непонятно. Но сделать шаг в сторону от велодорожки там, где это возможно, пожалуй, под силу каждому. Екатерина Хлемязева, Дмитрий Ковалев, Антон Щетинин. Новости здесь, Омск. Курица-чернушка, которую два дня искали сотни томичей, сама вернулась в зооуголок Музея истории города. Она вернулась в свою семью, потеряв немало перьев, но самое главное, что теперь она на своем месте. Выяснилось, что она очень хорошо умеет летать и легко пролазить сквозь отверстия в решетке, за которой они находились. Но теперь все в порядке. Птица пропала накануне. Чернушка была любимицей посетителей музея, была очень общительной, охотно играла с детьми. Волонтеры вчера и сегодня прочесывали весь центр Томска в поисках беглянки. А сотрудники музея объявили, что нашедшего ждет щедрое вознаграждение, в том числе и яйцами породистой птицы. И в завершение выпуска о погоде на завтра в городах Сибири. В Томске, где волонтеры из Марокко и Египта помогают обустроить городские родники, временами осадки 25 градусов тепла. В Кемерове, где открыли памятник трамваю, небольшой дождь плюс 26. В Омске, где школьник разработал новый беспилотник и получил за это награду в Москве, дожди плюс 18 градусов. В Новосибирске, где под бампером иномарки нашли гнездо с птенцами Тресогуски, без осадков плюс 25. Таковы наиболее интересные события этого дня. О ваших новостях сообщайте по телефону редакции или пишите на нашу электронную почту. Все контакты на экране. Смотрите новости здесь каждый будний день в 19.00 на 49 канале. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok